Номан Челеби Чихан Начальное образование Номан Челеби Чихан получил в сельской школе, продолжив обучение в Медресе Абчура, а затем в Занчарвы Медресе. Фамилия Челеби Чихан образовалась от фамилии отца Челеби и от матери Чихан Шах. Номан впоследствии соединил обе фамилии. В 1906 году Номан Челеби Чихан прибыл в Турцию. В Стамбульском университете он получил высшее юридическое и богословское образование. Во время учебы в Стамбуле Номан Челеби Чихан организовал несколько организаций. Общество молодых татарских писателей, издавшие такие литературные произведения, как «Молитва ласточек», «Золотой свет» и «Сборник стихотворений». Общество крымско-татарской учащейся молодежи, члены которого создавали и публиковали патриотические стихи, рассказы и исторические статьи, распространяли их в Крыму. Вместе с крымско-татарскими студентами Номан Челеби Чихан дважды встречался с Маилом Гаспринским во время его пребывания в Турции. В 1908 году партия «Единение и прогресс», более известная как «Группа младотурков», совершила военный переворот, а в 1909 году свергла султана Абдул-Хамида и захватила власть в Османской империи. Номан Челеби Чихан и Джафер Сейдамет также принимали участие в Младотурецкой революции. А уже в 1909 году крымским студентам удалось создать политическую организацию «Ватан» – «Родина», членами которой являлись крымско-татарские студенты в Турции. Основатели данной организации – Номан Челеби Чихан, Джафер Сейдамет и Абибуау Дабаш. В 1912 году, с отличием закончик Стамбульский университет, Номан Челеби Чихан возвратился в Крым. В 1913 году Челеби Чихан поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского института психоневрологии и с головой окунается в политическую жизнь. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, Номан Челеби Чихан отправляется на фронт. С 1914 по март 1917 года Номан Челеби Чихан находился в действующей российской армии. Первые дни февральской революции в Крыму татарами были встречены индифферентно, а в некоторых местах татары отнеслись к ней равнодушно и недоверчиво, боялись присутствовать на собраниях и митингах. 12 марта под влиянием политического деятеля Али Баданинского в Симферополе было созвано Общее Собрание Крымского Мусульманского Благотворительного Общества, которое под давлением Баданинского Али, Хельми Абдул-Хакима, Ибрагима Фехми, Исхака Мулина и других организовало Временный Мусульманский Революционный Комитет. Крымско-татарская молодежь потребовала от Комитета вызвать с фронта Нумана Чилибджихана и Джафера Сейдамета. 20 марта они уже были в Крыму. По их инициативе был создан Всекрымский Мусульманский Съезд, который 25 марта 1917 года из своей среды избрал Крымский Мусульманский Центральный Исполнительный Комитет. В начале июля 1917 года командующий Одесским военным округом генерал от инфантерии Эбелов приказал всех крымских татар и запасных полков, находящихся в Симферополе, 10 офицеров и 1300 солдат присоединить к 32-му запасному полку, отправляющемуся 20 июля на Румынский фронт. Однако этому воспротивился Нуман Чилибджихан. Он, обращаясь с речью к бойцам, сказал «Что, цитирую, мы с вами организовали татарский батальон не для того, чтобы отправить на фронт, а для охраны порядка и защиты родных и соотечественников в Крыму в случае возникновения анархии. Обязанности Аскеров две. Защищать отечество и соотечественников от внешних врагов. Защищать и охранять их от внутренних беспорядков». Конец цитаты. И это послужило причиной его ареста. В 5 часов утра 23 июля в своей квартире был арестован Нуман Чилибджихан. И в этот же день был арестован командир 1-го крымско-татарского батальона прапорщик Шабаров. Арест был произведен Севастопольской контрразведкой. Чилибджихан и Шабаров были обвинены в антиправительственной агитации среди татарских солдат и в шпионаже в пользу Турции. Затем Нумана Чилибджихана и прапорщика Шабарова отвезли на автомобиле в Севастополь и заключили в тюрьму. Что примечательно, к аресту Чилибджихана было причастно и местное крымско-татарское духовенство, которое враждебно относилось к Чилибджихану. Севастопольская контрразведка имела донос от 10 мурс, которые писали, что, цитирую, «Муфтий Чилибджихан имеет связи с турецким султаном». Конец цитаты. В тот же день, когда был арестован муфтий Чилибджихан, было созвано экстренное заседание мусосполкома. В Симферополь стали прибывать со всех концов Крыма татары с требованием о немедленном освобождении Чилибджихана. В городе собралось до 30 тысяч протестующих людей. И уже 25 июля под давлением крымско-татарской общественности муфтий Чилибджихан и прапорщик Шабаров были освобождены. Народ их скрепил пятьютысячными подписями. В июле 1917 года была создана национальная партия «Милиферка». В это же время произошел серьезный конфликт между Чилибджиханом и крымско-татарским духовенством. Мусульманское духовенство и мурзы были очень недовольны поведением и действиями Чилибджихана. И начали вести против него пропаганду. В результате духовенство решило созвать в Бахчисарае съезд улемы, то есть съезд ученых, и пригласили муфтия Чилибджихана. Но Чилибджихан им жестко ответил, цитирую, «Так как в Крыму нет улема, даже ни одного, потому не может быть созван съезд улемы. А на съезд Мулхатипова я не поеду». Данный съезд так и не был открыт, так как против него активно выступила крымско-татарская молодежь. В начале ноября в Симферополь прибыли первые сотни крымского конного полка. 17 ноября – запасной полк мусульманского корпуса. Как вспоминал очевидец, цитирую, «Татары конного полка разъезжали по улицам Симферополя». Конец цитаты. Однако у крымских татар не было командующего войсками, который был бы военным специалистом и имел хоть какой-то политический вес. Посему они предложили принять начальство надтатарской армией генералу Петру Николаевичу Врангелю. Однако Врангель отказался командовать крымско-татарской армией. В итоге крымско-татарская национальная армия переходит под контроль бывшего царского полковника Макухина. 26 ноября 1917 года в бывшем ханском дворце в Бахчисарайе открылся Курултай, или Национальное учредительное собрание крымско-татарского народа, подавляющее большинство делегатов которого составляла национальная интеллигенция. Затем уже были приняты крымско-татарские основные законы и создано Крымско-татарское национальное правительство, или директория, состоявшая из пяти министров. Курултай провозгласил создание Крымской народной республики, которая находилась в составе России. Следует также сказать, что сегодня ряд российских историков утверждают, что Крымская народная республика являлась автономией. И с их мнением, в принципе, нельзя не согласиться. Полностью поддержала политику Курултая еврейское население Крыма. Так председатель Союза еврейских общин Крыма Даниил Басманник заявил, «Поддерживая татар, мы спасем Крым, а косвенно и всю Россию, от анархии и разложения». Все официальные заявления авторитетнейших представителей крымско-татарского населения, все его официальные документы и объявленные крымско-татарские основные законы свидетельствуют о том, что имеется в виду только одно – оздоровление Крыма на благо всего крымского населения. «Мы должны отнестись с полным нераздельным доверием к татарам». Конец цитаты. Поддержали Курултай также и многие бывшие царские офицеры. По разным данным от полторы тысячи до трех тысяч человек. Однако против политики Курултая выступили большевики и левые эсеры. И они решили направить против Курултая севастопольских матросов, которые на тот момент были анархистами. Произошло ряд вооруженных столкновений между матросами и крымско-татарскими эскадронцами. Однако матросы, имея численное и техническое превосходство, смогли разгромить татар-эскадронцев и 13 января занять Симферополь. В этот же день большевики арестовали Нумана Члебиджихана и доставили его самолетом в Севастопольскую тюрьму. А ночью, 23 февраля 1918 года, Члебиджихан был убит матросами-анархистами, а его тело было выброшено в Черное море. Редактор субтитров А.Семкин